Сельское поселение Булатниковское, поселок Суханово. Несколько полуразвалившихся старых построек, которые и домами-то назвать трудно. Сложно представить, что здесь еще живут люди. Да нет, наверное, не живут, а, пожалуй, существуют. Потому что жизнью это назвать нельзя. Жильцы первой квартиры дома номер один от этой бытовой неустроенности страдают, пожалуй, больше других. В семье Виноградовых воспитывается ребенок с ограниченными возможностями. Максимке почти 4 года, он любит смотреть мультики и путешествовать, конечно, с маминой поддержкой в соседнюю комнату к младшей сестре Анечке, которой нет еще и 4 месяцев. Пойдем, сестра, заждалась. Пойдем. Пойдем. Давай, Мари, порожек. Но чем ближе зима, тем реже Макс ходит ножками. Чаще его носит мама, берегает сквозняков. Дело в том, что старые постройки 30-х годов прошлого столетия дом барачного типа возведен без фундамента, практически на земле. Ковры на полу не спасают от холода и сырости. Вот у нас щели, мы их как бы не можем не заклеить ничего. Вот сырость даже на окне. У нас рама, с той стороны, на гвоздях. Как бы окна на гвоздях. Здесь вот у нас, видишь, какая дурка. Вот это все отпадает у нас. Дует. Понятно, что жить в таких условиях в семье с ребенком-инвалидом нельзя. Александра и раньше пыталась обращаться за помощью. Не вышло. Во-первых, если честно, было стыдно ходить, потому что вроде как молодые. Плюс еще отказывают везде, все равно отказывают. Просишь письменный отказ. Ну, как бы, как сказать, можно сказать, в грубой форме вас отправляют к Уськиной матери. Поэтому, как бы, молодые выговорят то, что, типа, обеспечьте себе сами себе жизнь достойную. А сейчас, после рождения дочери, на то, чтобы собрать целую кипу бумаг для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, тем более нет времени. Оно все уходит на детей. Ситуация начала понемногу меняться после личного вмешательства главы района. Первым делом в кухне появилась новая газовая плита. Но необходимо, чтобы сотрудники всех управлений сделали все возможное для решения проблем этой семьи. И пусть это будет не только по закону, но и по велению сердца и души. Татьяна Акимова и я, дамя Александра Ильин, Видное ТВ.